здравствуйте друзья читаю вопросец значит как не врать себе как быть честным с собой еще вопрос очень многое построено на самодиагностике не понимая себя но как это возможно если я не знаю честен ли я сам собой не боюсь ли я себе в чем-то признаться это применимо к тестам на векторы например к пониманию того что тебе действительно нравится или кто-то тебе это навеял все правда может быть вы подумаете что это за бред и как такое возможно если такой ерунды с вами не было ну что же спасибо вам была с нами такая ерунда чё там все расскажу действительно ведь с чем мы имеем дело когда на что-то смотрим мы имеем дело с нашим представлением об этом вот я могу сказать как блогер например у меня кроме блогерство есть там некоторый жизненный опыт но вот как блогер значит я смотрю люди слушают а одна и та же мысль одна и та же фраза одно и то же видео и дальше ну то есть так много разных трактований того что там было сказано понимаете никакого отношения ко мне не имеет но но тем не менее каждый уверен что вот это именно то что я сказал меня могут похвалить за то что я не говорил меня будет поругать за то что я не имел ввиду и так далее впервые я с этим столкнулся лет наверное в 26 я тогда занимался разработкой методов быстрого обучения и мне нужно было там раз в год выступать на конференции на таком съезде преподавателей машинописи и стенографии было такое всероссийское педагогическое общество в нем была секция преподавателей машинописи и на графе и я перед ними выступал потому что занимался оптимизацией процесса обучения машинописи на клавиатуре работы тайпинг гиббординг вот этого но и там четко 400 их собиралась большая была толпища и я вот перед ними выступал рассказывал что у нас там исследования показывают и как надо конкретно вот может быть каких-то ситуациях что-то делал после чего я не сразу но в общем то пришел к выводу что половина людей которые тебя слушают из 200 они вообще ничего не поняли то есть вообще то есть если их спросить вот там мужик выступал или там парень выступал о чем говорил ну то есть вообще это педагоги это не то что люди которые знать там от сахи там или от от кувалды нет вот а вторая половина не просто не поняли они поняли тебя привратно то есть они начинают рассказывать что ты сказал и это просто катастрофа потому что они тебя дискредитируют один такой бред тебе приписывают что просто уши вянут ну и хорошо если там на 400 человек там было 5 6 8 которые усекли что ты сказал и вот с ними ты дальше работаешь потому что они подходят и гадмиша все я твой там понеслось да будет буду осваивать методы вот и вот такая жизнь значит теперь мы возвращаемся к нашите а что мы знаем о себе вот мы знаем о себе может быть даже меньше чем мы знаем и других но мы точно также смотрим на себя и что-то такое видим какое-то отражение себя в нашем мозгу также как мы видим отражение в нашем мозгу других людей событий какой-то информации так далее мы видим в себе какую-то картину себя эта картина в значительной степени тут правильно автор вопроса говорит эта картина в значительной степени навеяна нам другими людьми если тебе все будут говорить ты тупой ты тупой ты тупой ничего из тебя не выйдет значит там ты будешь там быть не знаю вот вырастешь там будешь тюрьме сидеть ну ну например и это тебя каким-то образом определяет безусловно есть люди которые абсолютно все пофигу от них отлетает как вот горох от стены это правда но это же сколько их таких что горох от стены а так мы же все подвержены или тебя родители говорят раз растут растят тебя в тепличных он сказать условиях вот я могу сказать что я рос в тепличных условиях то есть я я всеми стремился к чему-то такому может быть вне тепличному но родители вот так понимали что надо быть в тепличных надо вот день детей там убери оберегать от этого, от этого, от этого, то есть от одной мысли о том, что я там с ребятами пошел в поход, там куда-нибудь на пару-тройку дней там, не знаю, ну в 15 лет, в 16 лет там уже там у них прямо кошмары были в сознании и так далее вот, как же так, по лесам неизвестно кто ходит там и так далее так вот ты растешь в тепличных условиях и тебе в тепличных условиях говорят, ты способный ты талантливый ты все можешь ты вот это можешь, и ты то можешь я, слава богу, мне этого не говорили то есть они, как бы, тепличные условия состояли в том, что ребенок должен быть накормлен ухожен, хорошо учиться и, в общем, вот дальше этого не шло но, если тебе все время это говорят, а мы видели массу людей, которым это говорят и они, как бы, начинают привыкать к мысли о какой-то своей исключительности или способности или предназначении или там еще чего-то, и они видят все через призму этого поэтому вопрос абсолютно правомерный и мне, например, очень понятный потому что я большой путь прошел как бы от полного непонимания себя до какого-то более-менее адекватного понимания себя и до какой-то степени ну, скажем так, существенно более объективный чем, например, когда-то я там себя воспринимал, будучи молодым поэтому что я могу сказать это процесс то есть это не мгновенная штука по мере того, как ты взрослеешь по мере того, как ты берешь на себя какие-то обязанности по жизни все больше и больше и больше ответственность какую-то какую-то и так далее у тебя появляется больше возможностей себя проявить иногда ты проявляешь сам себя совершенно неожиданным образом то есть ты как-то думаешь надо же, оказывается, я упертый оказывается, я там быстро схватываю оказывается, я там, не знаю, нравлюсь там не знаю, бабушкам и так далее то есть вот ты познаешь себя, ты не можешь родиться с каким-то таким абсолютно четким определением себя и дальше тебя не собьешь и ни общество, ни школа, ни родителей никто не может тебя подвинуть в ту или иную сторону ну, то есть даже если это и бывает то это как бы экзотика такая мы говорим о таком мейнстриме в значительной степени я считаю в значительной степени человеку понять себя вот нашему как бы советскому человеку советскому и постсоветскому да, я не разделяю принципиально там на самом деле большой разницы я не вижу ему мешает это сделать вот тот социум в котором он находится и в котором до тебя каждому есть дело вот если здесь, например, всем совершенно пофигу то там всем до тебя есть дело тебя обсуждают тебя сравнивают тебя оценивают и ты как бы, получается, должен соответствовать вот к какому-то возрасту должен там иметь какую-то работу какое-то образование какую-то должность какое-то материальное благоустройство там, семью там, я не знаю что ну, вот какие-то вот какие-то такие вещи на тебя вешают вот эти вот понты знаменитые, да почему понты? ну, потому что он не соответствует он не соответствует а пыжится, чтобы соответствовать пыжится, чтобы создать впечатление того, что он соответствует и вот все силы человека уходят вот на это чтобы соответствовать какому-то стандарту который ему навешали слева и справа там, понимаешь? а кто он сам? непонятно а зачем, а надо ли ему это, непонятно, а кому это надо, да вообще никому не надо, понимаете, и для того, чтобы лучше понять себя, более объективно, как здесь вопрос ставится, надо искать себя, надо к истокам себя возвращаться, к предназначению, зачем я вообще на этом свете живу, но уж как минимум, не для того, чтобы кому-то там понты какие-то откидывать, и не для того, чтобы кого-то, каких-то совершенно как бы посторонних людей, чтобы они вот тебя уважали, ценили там и так далее, но не для этого, что ты на свет-то пришел, а для чего, разбирайся, а как разбирайся, делай, делай одно, делай другое, делай третье, будь открыт, понимаете, люди боятся что-то начинать, потому что вот они сейчас, что-то у них не получится, и все над ними смеяться будут, это дебилы будут смеяться, какое тебе дело до дебилов, люди, которые с мозгами смотрят на тебя и говорят, смотри, парень, опыт приобрел, а опыт купить нельзя, опыт это самое главное, что в жизни есть у человека, и в частности этот опыт лучше говорит ему, чем кто-то со стороны, что он может и что он не может, где он был прав, где он был неправ, где он приукрашивал, где он недооценивал, где он переоценивал, опыт через действие, через деятельность, все это познается, сам себя человек познает через деятельность, через, ну я не хочу сказать там какие-то сверх экстремальные обстоятельства, ну какие-то, ну пусть будет экстремальность на уровне, скажем, систематического выхода вот из зоны комфорта, ну я говорил много раз, я не люблю фразу выйти из зоны комфорта, я как раз говорю о том, что зону комфорта надо расширять, что синонимом развития роста является расширение зоны комфорта, а не выход из нее, вышел там, кокнул кого-нибудь по балде, не знаю, там фомкой и вернулся в зону комфорта, нет, ты расширил зону комфорта, расширил, так вот, постоянно расширять зону комфорта, постоянно включать в нее какие-то вещи, и ты вдруг начинаешь понимать, что что-то тебе включается, а что-то не включается, от чего-то тебе кайф и драйв, и от чего-то тебе влом, понимаете, и вот ты начинаешь себя познавать, познать себя вне деятельности, активной, созидательной, направленной на то, чтобы сделать мир лучше, вот у Эйнштейна есть гениальнейшая фраза, ну, в моей оценке, да, то есть вообще, я считаю, что Эйнштейн, он помимо того, что ученый мирового класса, он такой большой жизненный философ, он много чего интересного такого говорил, так вот, у Эйнштейна есть фраза такая, я дословно не берусь, но по смыслу, значит, что единственным, значимым, как сказать, для человека в этой жизни, или там, целью его существования является помогать другим людям, понимаете, отдавать в общество, это самая высшая цель человеческой жизни, отдавать в общество, если ты вот к этой цели идешь, в том формате, в каком тебе удобно отдавать, чем лучше ты отдаешь, тем больше тебе сверху дается, тому, который отдать не может, ему и давать бессмысленно, понимаете, ему сверху не приходит, поэтому, вот если ты в этом процессе находишься, ты начинаешь себя понимать, ты начинаешь себя познавать, ты начинаешь, вот ловишься на какой-то мысли и говоришь, это дешевка, это булшит, это неприлично, у меня, вот я, я могу сказать, что я человек, как бы, достаточно политкорректный, в целом, в самовыражениях, там, и так далее, но я иногда в ужасе бываю от того, какие мысли мне в голову приходят, ну, просто в ужасе, я думаю, боже, в мою голову такая дрянь могла прийти, но, ну, я же не руководствуюсь ей своей деятельностью, я, наоборот, ужасаюсь, но откуда-то она берется, эта дрянь, ну, наверное, есть откуда, там, прошлое хорошее у нас у всех, там, и так далее, поэтому, если ты не будешь занят чем-то, если ты не будешь деятельным, созидательным, то что у тебя остается, если ты будешь заниматься какой-то, какими-то видами деятельности, которые не преследуют сделать мир лучше, то ты тоже себя сильно не поймешь, потому что ты будешь занят чем-то, в чем ты не можешь самореализоваться, самореализоваться, значит, по мере того, как ты самореализуешься, значит, ты начинаешь лучше и лучше и лучше себя понимать, кроме того, там вот были упомянуты, там, психологические тесты, в частности, вот тот тест, который мы используем, то, что вот, там, от Михаила Бородянского, там есть такое место в этих тестах, где оценивается, как бы, некоторая натяжка в честности человека, так сказать, когда он отвечает на вопросы теста, то есть там ловится, как бы, вот, где он хочется казаться красивее, чем он есть на самом деле, и там делается на это определенная скидочка, то есть это тоже есть, это в психологии обычное дело, да, люди, вот, они хотят как-то выглядеть перед другими, перед собой, казалось бы, там, тесты электронные заполняешь, а все равно, как-то вот ты хочешь лучше, как тебе кажется, показаться, это обычное дело, это естественно очень. Есть люди, которые в меньшей степени склонны оценивать, что бы то ни было объективно, включая себя. Нельзя сказать, что они не могут прогрессировать в этой неспособности, как бы, да, то есть они могут улучшаться, но, ну вот, бывает не дано человеку, а ему что-то еще дано, вот, а бывает наоборот, вот, бывают люди, которые, очень трезвое у них сознание, они в состоянии увидеть себя со стороны, в состоянии сравнить себя с кем-то еще и как-то вот сделать такие выводы, но если не объективные, то, во всяком случае, не настолько субъективные, отвлеченные, какие-то такие приукрашенные, да, да, это, это тоже еще от рождения тоже есть такой талант, не говоря о том, что жизнь тоже человека, даже в молодые годы, может поставить ситуацию, когда у него завиральные идеи просто отшибает, и он должен выживать, а чтобы выживать, надо находиться в реальном мире, и есть люди, которые не могут выживать, они не здоровы выживать. Обратите внимание, что когда наступает момент, когда человек должен выжить, вот кто-то выживает, а кто-то нет. И мы все разные. И есть вещи, которые один человек может, скажем, приступить, чтобы выжить, а другой не может. Вот какие-то тормоза. Есть какие-то действия, которые можно совершить, вот этот может совершить, а другой не может. И мы разные. То есть надо исходить из того, что вы такой, как вы есть. И не надо себя за волосы из болота вытаскивать или там, не знаю. Ну, так не работает, но будьте тем, кем вы есть. Радуйтесь тому, что вы такой, а не какой-то другой. Слава Богу, вы такой. И вот из этого исходите. То, что есть беспокойство. А вот правильно ли я себя оцениваю, насколько я объективен, может быть мне навязали какие-то мои ценности и так далее. Вот и возвращайтесь. Возвращайтесь к вопросу о предназначении. Возвращайтесь к вопросу о том, как вы делаете мир лучше. Возвращайтесь к вопросу о том, чем вы вообще заняты и кому нужно то, что вы делаете, кроме вас лично. Есть люди, которым пофигу весь остальной мир. Их интересует только вот то, что они делают. Вот они в такой аутичности своей, в большей степени или меньшей степени живут. И нормально живут. Не то, чтобы им там сильно нужно было. Но если уже вы вопрос себе так поставили, вот, пожалуйста, вот это путь. Я, собственно, почему рассказываю, я сам такой. Поэтому мне это легко рассказывать. Я это все проходил и снова проходил. И опять проходил. И головой об стену бился. И разочаровывался. И там не знаю чего. Но вот так потихонечку. Так что, что сказать. Значит, еще раз я могу сказать, что я не то, что вот достиг чего-то в этом плане, но я продвинулся. Вот это я могу сказать. Я сейчас гораздо более объективно на себя смотрю. Или, скажем, менее субъективно, чем раньше. А как мы знаем? Ну вот практика у нас, критерий истины. Правда? Вот мы практически... То есть, скажем, я меньше стал натыкаться на что-то, на что натыкался раньше. То есть, я просто не делаю этого, понимая, что это не мое. Это я не должен. Вот. Это как бы лучше не делать. И так вот так потихонечку. Ну что же, счастливо. Давайте мы пожелаем успехов всем, кто ищет себя. И я, может быть, вам такой анекдотик под конец расскажу. Из КВН старого 60-х годов, когда там говорят... А Света, кстати, недавно, помню, где-то рассказывал. Спрашивают, как быть, если любишь себя, но не знаешь, пользуешься ли взаимностью? Вот такая фраза, да? Любишь себя, но не знаешь, пользуешься ли взаимностью? Говорят, надо проверить свои чувства разлукой. Так что, друзья, давайте проверим разлукой вот этот свой поиск себя. Ну, имеется в переносном смысле, не в прямом. Счастливо и до скорых встреч! Счастливо и до скорых встреч!